Итак, закончим мой 40-дневный голод. Если б не огромнейшая опухоль в районе живота, точнее, толстого кишечника, то он бы, конечно, прошел намного раньше. Голод почти, можно сказать, законченный. Горозовый, да? Голод такой длительности, конечно, дело очень серьезное. Это огромное испытание для людей решительных, смелых и уверенных в себе. Теперь предстоит выход. Значит, за время голода я потерял с 98 килограмм до 75. Значит, 23 кг. Практически это была очень серьезная болезнь. Сначала она не так сказывалась, но потом, когда начала выходить патология из плотного кишечника, а за ней и из легких, значит, сил стало очень мало. И когда был кризис, особенно вот на 39-й, 40-й день, меня буквально обессилело. Зато, как вы видели, значит, произошли боли в районе толстого кишечника, живота. И организм отток. Это опухоль. Посмотрим, куда дальше все или нет. Но при случае нужно еще полтора гигра. Голод будет уже не такой, конечно, длительности, он будет более эффективный. Вот. И... Значит, она вышла, вышла. Вот это, особенно последнее, вы видели огромный шмот. Вот это не просто-напросто слизи. Которая покрывала, значит, стенки толстого кишечника, там, знаете, такая, как... Как, типа, шкурки, колбаски круглой была, и слизь. Ну и... Все то, что изображено по дням на пленке. Помимо прочего, значит, так как я раньше болел воспалением легких, часто были ангины. Гланды удалены. То в районе горла, горла. Такое впечатление, как, знаете, ну не голок, а волос на совале, или соломы, которая, знаете, от гортони уходила туда вниз. То есть в легкие, в горты. То есть было очень неприятное чувство, такое, какое-то покалывание. Значит, это, конечно, отчасти тоже исчезло, но я бы не сказал до конца. То есть в идеале, конечно, через дней, допустим, 40-60, повторить еще один голод, там, сколько дней, там, 20, ну... Для того, чтобы ковырнуть эту патологию, значит, хорошо. Далее. Сейчас как ковырнуто хорошо. Так, что еще сказать? Что еще сказать? Что касается соединительной ткани, вы уже видели, значит, она очень хорошо очистилась. То есть это основа нашего иммунитета. Если она становится, значит, гибкой, эластичной, и начинает хорошо пропускать питательные вещества, она зато отдалась, значит, шлаки, это большое дело. Это большое дело. Она составляет 85% человеческого организма. И, естественно, оздоровить ее, это оздоровить целым организмом. Что еще должен сказать? Это, конечно, оздоровление печени. Печень стала давать желтую желчь. То есть если я раньше выходил, даже после тех же 27 суток, то первый выбор желчь у меня был, знаете, черный. А потом далее шла нормально. То теперь уже желтый. Оздоровление печени, значит, на таком вот уровне, то есть она 2 раза, да, даже почти 3 раза обновила свой клеточный состав. Очень, ну, очень хорошо. Значит, буквально желчь на пищу брызгает. Буквально брызгает. Значит, у меня будет, вернее, уже восстановлено все виды обмена веществ. Печень теперь остается так правильно, грамотно выйти, не спеша, с тем, чтобы, с тем, чтобы не засоветничать. И пищеварение все-таки будет возвращаться медленно, оно ушло из желудочно-кишечного тракта, как центрального распределителя, в каждую клеточку. И теперь ее надо вернуть с каждой клеточки, опять централизованно от желудочно-кишечного тракта. И тут недопустима никакая спешка, никакие, знаете, будем говорить, потакания своим чувством. Ну, ну, теперь можно отпуститься, я сейчас буду наедать и так далее и тому подобное. Ну, и как в 14-суточном голоде я показывал свое тело на торсе, значит, сейчас я тоже покажу, насколько, так сказать, она похудела, хотя ранее было видно, но это более-менее будет крупным планом. И вы увидите, как бы он, говорит, подточило меня. И так вы видите меня после 40-суточных, да, глядя на себя, я так, он, говорит, вроде бы, вроде бы, слетевшие эти 20 килограмм, да, особо не ощущаю. Ну, я практически уменьшился, где-то полтора раза ручки стали, такие, наносенькие. Хотя, я должен сказать, вообще, запас у человека на голод, он может выдержать, вот я, например, по себе эти чувства, чтобы действительно тащать до крайности и мышцы, значит, стали, как веревки тела стала. Надо, вернее, можно выдержать, запросто суток 60. То есть, у вас все, конечно, станет наравне с костями. Ну, у меня особенно, допустим, по телу не так видно, может, то лицо, вернее, голова очень, очень сильно сдает в первую очередь. Со спину, да? Со спины здорово. Со спины здорово полуидала. Ручки, ножки стали тоненькие, но в целом, будем говорить, таких людей даже еще с худшими парами, чем у меня в данный момент. Очень и очень много. То есть, если бы не лицо, то и люди, которые меня не знали, а видели в первый раз, они бы подумали, что это мое нормальное состояние. Ну, от слабости, значит, голос садится, то есть, не такой звонок, как раньше. Ну, еще разу посмотрите на язык. Розовеющий дарь. Значит, еще, конечно, будут выходить шлаки. Из организма частично еще будет вестись оздоровительная работа в теле. И дальше будем, значит, ну, не по дням, а так дня через два делать съемки, как я буду выходить из голова, как я буду меняться, какие будут положительные результаты. Все это будем запечатлевать на пленку. Значит, идут 20-е сутки восстановления после 40-го, 40-дневного голода. Как вы видите, на лицо я уже практически восстановился. На тело тоже особо не хочу дальше выполнять, вешу сейчас 85 килограмм. Самочувствие нормальное, все, все хорошо. Значит, вот это мое рабочее место. На этом рабочем месте я, значит, и делаю книги. Компьютер, сканер, принтер, на котором уже все это дело выходит. Ты слишком мне не переводи, как это называется. Я поняла, поняла, давай. Вот, значит, компьютер, сканер, принтер. Вот на этом вот рабочем месте и рождаются мои новые книги. Значит, светло, уютно. Все это дело создал обстановку для себя я сам. Наиболее благоприятную для творчества и делаю полезное и для себя, и полезное для вас. То есть, то, что я прохожу, выискиваю, нахожу нового. Это все я описываю в книгах, значит, рассказываю даже вот в фильмах, чтобы вы могли так же самостоятельно применять и получать нужный эффект. Пока все. В моем кабинете висят две фотографии. Вот эта фотография сделана сразу же после того, как я окончил его в 40-дневный... Субтитры сделал DimaTorzok